Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Фотофиксация кастрации стерилизованных псов в Рязанской области пересчитают по снимкам с чипами. Ножом в шею рязанского таксиста едва не зарезали в собственном авто. Собиратели золы и костей службе дознания МЧС 95 лет. Идентифицировать стерилизованных собак специалисты ветеринарных служб теперь будут по послеоперационным фото с указанием номера чипа. Об этом сегодня заявили на итоговом брифинге в Управлении рязанской ветеринарии. Федеральный закон об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации принят еще 5 лет назад. И сегодня с беспризорными псами власти будут поступать цивилизованно. В прошлом году на отлов бездомных собак власти потратили чуть больше 23 миллионов рублей. За 22-й поймали 2735 бесхозяйственных собак. В этом цифры будут больше. Порядка 3000 ничейных псов. Деньги немаленькие. 27 миллионов рублей. Но это только на отлов. В приоритете строительство приюта для собак. Ориентировочные строки строительства приюта мы рассчитываем как в 24-25 годах. Если будет все хорошо, в 24-м мы уже планируем завершить. Значит, приют планируется построить в поселке Храпово. Для этого в администрации города Рязани выделен участок. Отведен соответствующим видам использования. Когда приют будет построен, здесь перейдут на так называемый безвозвратный отлов. То есть, когда пойманная собака останется жить в приюте. Или ее возьмет себе новый хозяин. Обычную, чипированную. Чипизация – другой важный вопрос. Планируется перейти на чипирование и создание единой базы. Туда войдут и домашние, и бездомные животные. Мы ловим собак, и через два дня, день, сутки привезут хозяева, причем очень недовольные, что мы забрали их подопечных. Они же гуляли, но все же нормально, никого они не пугают. Даже был случай, что мы привезли кавказскую овчарку. Мы сказали, ну это же много, что мы 7 месяцев. Мы там в обмороке все практически были. То есть, для людей это нормально. Это не должно быть нормально. И для того, чтобы люди как-то начали все-таки это понимать, будет хорошо, если все животные будут чипированы, а люди все-таки начнут нести за это какую-то другую ответственность. Вообще, желтая клипса в ухе у бездомных собак зачастую обозначает то, что четвероногий стерилизован. Однако в соцсетях регулярно появляются новости о том, что такие клипсованные собаки приносят потомство. Теперь же будут поступать жестче. Будет однозначно стерилизация, в кавычках, кастрация непосредственно с удалением репродуктивных органов, что на 100% снизит, вернее, уберет проблему вот этих собачьих свадьб и, соответственно, у них планов беременности. Считается, что такие меры помогут в борьбе с ростом количества бездомных собак. В приюте их разместят, а операции по стерилизации позволят не продолжать нежелательное потомство. По крайней мере, так считают в ведомстве. Шокирующая история в московском районе Рязанской области. Пассажир такси с ножом набросился на водителя, ударил его в шею, а потом угнал автомашину. Впрочем, долго скрываться у налетчика не получилось. Причины неадекватного поведения в нашем следующем сюжете. Эта история по своей дикости очень близка к Средневековью. К жителям одного из рязанских домов с криками о помощи обратился окровавленный таксист. Выяснилось, что расправу ему учинил один из клиентов. Бил ножом в сонную артерию. Таксист был срочно госпитализирован, а нападавшего оперативники взяли по горячим следам. После опроса местных жителей и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к нападению причастен 23-летний житель Рязанского района. Вызвал вчера такси. По пути у нас возник конфликт. Намес ему один или два удара ножом. Куда били? В область шеи вроде попал. После чего? После чего таксист выбежал, я сел за руль и уехали в сторону Стенькина. Ранее этот мужчина уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Теперь вот, что называется, поднял себе более тяжелую статью. По предварительной информации, 23-летний житель Рязанского района пристрастился к употреблению наркотиков. Чтобы забрать приобретенный запрещенный препарат из ТНК закладки, он вызвал такси и поехал в Рязань. Прибыв на место, мужчина отказался платить, ударил водителя ножом и угнал такси. Забрав закладку с наркотиком, он вернулся на чужом автомобиле домой. Недалеко от своего жилища злоумышленник бросил машину, такси. Следователями отдела МВД России по Московскому району Рязани возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». По ней налетчику грозит наказание до 10 лет. Подозреваемый взят под стражу. 23 января отмечается День сотрудников органов дознания МЧС. Сегодня они отмечают 95-ю годовщину со дня образования подразделения. Появилось оно еще в 1928 году совместным циркуляром НКВД РСФСР. В настоящее время фактическая численность дознавателей составляет более 3000 человек. Самым резонансным событием для дознавателей МЧС стали августовские пожары. За лето их зарегистрировали аж 53. Самых крупных два – 7 и 8 августа. Это когда огонь добрался до села Новый Кудом Спасского района. Суммарно огнем было повреждено 32 тысячи гектаров. Дознавателям МЧС предстояло обойти каждый метр поврежденной площади. Завершился осмотр только в сентябре. По завершению мы назначили 7 независимых лесотехнических судебных экспертиз для установления ущерба по пожару, а также пожарно-техническую экспертизу. По результатам пожарно-технической экспертизы, эксперт сделал вывод, что причиной пожара могло послужить воспламенение природных материалов от независимого источника зажигания. А также вторая причина была – это удар молнии. Уже в этом году, 13 января, уголовное дело закрыли ввиду отсутствия состава преступления. Всего же за прошлый год было возбуждено 4 уголовных дела по статье, связанной с лесными пожарами. Еще 5 – неосторожное обращение с огнем. Сообщений о преступлении стало еще больше – 1400. И каждым таким делом занимается дознаватель МЧС. Человек, который после ликвидации пожара должен установить его причину. На вооружении дознавателя, так называемые чемоданы дознавателей, это экспертные криминалистические лаборатории для работы именно на месте пожара. Наш субъект имеет в своем распоряжении лаборатории переносные «Прометей» и «Антрацит». Ну что туда входит? Это фото-видео оборудование, значит, различные отвертки, топоры, штангенциркули, дозиметры, мультиметры. Задача дознавателя – до прибытия пожарных экспертов описать место очага и изъять необходимые вещественные доказательства. А это может быть и электропроводка, и зола. Доказательства собирают по максимуму. О том, сколько таких дознавателей в регионе, как они работают и какие пожары особенно запомнились, расскажем в передаче «Городские встречи» в самое ближайшее время. В этом году в Рязанской области капитально отремонтируют 20 школ в 11 муниципалитетах. Это на одну позицию больше, чем в 2022-м. Общая сумма на все – чуть более миллиарда рублей. В этом году, по словам Павла Малкова, регион берет на себя повышенные обязательства. Без малого миллиард на капремонт рязанских школ деньги федеральные. Это специальный президентский проект, который стартовал в регионах еще в прошлом году. Понятно, что эти деньги целевые, понятно, что их расход – особая ответственность. И достаточно серьезный вызов для губернатора. Именно поэтому Павел Малков призвал к ремонтам школ подходить тщательно. А то, по его словам, в прошлом году кое-где завершать работу приходилось в ручном режиме. Проект очень важный. Нужен соответствующий контроль. И понимаю прекрасно, что директора школ – не строители, не профессионалы в этой сфере. Некоторые подрядчики этим пользовались. Я прекрасно помню, как мы в авральном режиме закрывали некоторые вопросы в прошлом году. Пришлось серьезно подключать ресурсы. Таких ситуаций не должно быть. Особая ответственность теперь и на главах муниципалитетов. Их обязали создать еще одну линию контроля. И в случае возникновения неприятных ситуаций сразу обращаться в правительство. Здесь подстрахуют. Но только обращаться вовремя. Более конкретный механизм будет понятен после приезда в Рязань министра просвещения Сергея Кравцова. Его визит уже не за горами. В Рязанской области инфляция ускорилась почти на полпроцента. До 12 пунктов. На это, в частности, повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с 2023 года на 2022. Об этом сообщает Банк России. При этом на рынке продовольствия инфляция заметно снизилась. В частности, стало больше мяса, так как животноводы увеличили производство. Снизить темпы прироста цен на хлеб и кондитерские изделия помог высокий урожай зерна. Сегодня здесь предложение выше спроса. Непродовольственные товары тоже начали терять в цене. Подешевели стиральные машины и кухонные плиты, компьютеры и телевизоры. Причина одна. Налажен параллельный импорт, а также расширен ассортимент бытовой техники и электроники за счет азиатских брендов. Рост стоимости сферы услуг, по словам специалистов Банка России, явление временное. Здесь инфляция тоже будет ослабевать. Всем нам знакомо состояние тревожности или тревоги. В последние десятилетия психологи и психиатры называют его фоновым, перманентным состоянием для всего общества. Как сделать так, чтобы это состояние не превратилось в патологическое и не начало рушить вашу жизнь? Несколько важных советов в нашем следующем сюжете. Неприятное чувство в области грудной клетки, тремор, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение. Живот крутит а по коже, будто бегает или ползает кто-то. Состояние тревоги или сильного волнения крайне сложно с чем-то перепутать. И знакомо оно каждому. Само по себе состояние тревоги абсолютно нормально испытывать в тех или иных случаях. Но порой оно возникает беспричинно и становится фоновым. И тогда уже начинает мешать жить. Сейчас часто спрашивают, наше общество стало более тревожным или нет. Да, оно стало. Оно не может не стать, потому что вот вся эпоха постмодерна, последние несколько десятков лет, появление интернета, появление телевизора. Появление социальных сетей, появление новостных каналов по телевизорам и социальных сетях. Это информация? Это информация, конечно. То есть, его надо переварить. Потом многие купили машины, везде пытаются успеть. Как тут не тревожиться, не выполнить все вот эти галочки поставить, выполненных заданий. Мы пытаемся просоответствовать какому-то безумному ритму жизни. В нормальных условиях тревога помогает человеку сконцентрировать усилия на вопросе и зачастую более эффективно решить его. Допустим, тревожась накануне экзамена, студент примется учить с большим усердием и вниманием. А вот когда тревога становится тем, из-за чего человек не выходит на улицу или не заговаривает с людьми, а также самостоятельно не может себя успокоить, это уже причина обратиться за помощью. Мы можем научить человека достаточно легко, там моделей огромное количество, вот выключение этих автоматических мыслей. То есть, мы, соответственно, можем сделать так, чтобы этот человек в этот момент размышлял в конструктивных, в позитивных каких-то терминах, в безопасных, когда сам факт возникновения начинает в его глазах выглядеть нелепым, и он получает несколько вариантов возможного поведения в этой ситуации, которые не подразумевают тревогу и страх. И последние инстанции, если вы не справляетесь с проблемой, будь то тревога, страх или депрессия, всегда остается психолог или психиатр. Помните, что запускать проблему не нужно, ведь квалифицированный специалист быстро облегчит ваши страдания, и жизнь засияет новыми красками. Погода этой зимой уже не удивляет никого и ничем. Однако синоптики уверены, что классическая для средней полосы холодная погода еще придет, и зима свою отыграет, причем в ближайшее время. По мнению экспертов, конец января, как правило, самое холодное время в сезоне. Однако в этом году ожидаются разве что легкие морозцы. Предстоящий четверг, 26 января, например, по ожиданию станет самым холодным днем недели в Рязани, и температура опустится до минус 3-5 градусов. Вместе с тем, существенных осадков не предвидится. Возможен разве что небольшой снег. Впрочем, с наступлением февраля погода вновь станет по-настоящему зимней, по прогнозам российского гидрометцентра. Начало этой недели ознаменовано солнцем и морозами до 3-7 градусов днем. При этом до 25 января температурный фон будет на 2-3 градуса выше нормы, после чего он приблизится к своему стандартному значению. А на последней неделе января синоптики ожидают снегопадов, причем обильных. А день сегодняшний, 23 января, в народном календаре отмечен как летоуказатель. Праздник получил свое название в честь святителя Григория. Он жил в IV веке в Каппадокии и считается одним из отцов церкви. На Руси летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето – дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустился, и не то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы. С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню. Например, деревья выние, небо будет синее. День долгим и немрясен, летний срок будет ненастен. Молодая рожда цветет под самый дождь. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова